ребята я в разрезе ну в смысле я в карьере где добывают золото под нашими ногами буквально скрыты миллиарды мы находимся на одном из месторождений полиметаллов в казахстане и сейчас расскажем вам о самой интересной технике знакомься этот самосвал называется kamatsu hd 785 дефис 5 название как у принтера но это ребята не принтер объем его двигателя 30 литров мощность больше 1000 лошадей он берет на борт около 90 тонн столько примерно весит ту 154 при этом в салоне это обычный японский внедорожник мы прилетели в казахстан и добрались до этого карьера чтобы показать тебе одну из самых интереснейших машин итак под капотом здесь дизельный v12 объемом 30 и 5 литров мощностью 1050 лошадей вы только посмотрите какое невероятное количество радиаторов требуется для того чтобы охлаждать все системы этого двигателя и посмотрите сколько у него фар 2 здесь плюс еще один светодиодный элемент еще одна такая будем называть его противотуманка поворотник в общем освещение этой машине нужно много давайте теперь посмотрим на эти колеса их размерность 27.00 r49 это мишленовские колеса стоимость каждого из которых примерно составляет миллион рублей и конечно их ни в коем случае нельзя изнашивать до взрыва потому что взрыв такого колеса это очень-очень больно а так выглядела бы парковка у ресторана если бы туда все приезжали на карьерных самосвалах это специально созданная площадка для того чтобы ребята приезжали сюда оставляли машину после чего на вахтовке ехали на обед после возвращаются садятся и продолжают работу автомобиль когда находится на стоянке обязан быть зафиксирован вот этими вот подкатами башмаками башмаки висят спереди вещь довольно тяжелая и очень интересно наблюдать за тем как с этим справляются женщины да здесь есть женский экипаж женщины которые водят карьерный самосвал вообще до того как прийти на предприятие 15 лет отработала в такси водителя ну вам нравится больше чем на такси ездить на эту машину это ваша больше нравится естественно но не тяжело вообще по 11 часов ты уж нет нет за это как за здраво чекает такое чувство как будто мы не только вот недавно сняли а уже отработали на нем уже порядку времени нам тоже говорили на и на всем машина будет в розовом свете но нет все соответствует положено вам может показаться что это топливный бак но нет это бак для гидравлики вот здесь находится смотровое окно в котором видно что гидравлика там еще есть в частности гидравлической жидкостью здесь управляется поворот передних колес и опускание кузова тормоза здесь гидравлические дисковые но про торможение я вам подробнее расскажусь когда мы поднимемся в кабину потому что здесь есть еще два дополнительных способа тормозить эту машину один из которых задействует выхлопные газы к слову выхлопных газах не подогревают груз внутри кузова вот здесь вот мы видим выхлопную трубу через которую они выходят пройдя соответственно по контуру этого кузова и если вы везете какую-то рыхлую породу зимой она может примерзнуть гнище поэтому подогрев тут необходим это выхлопная труба к ней на пружинах прижимается фланец от него труба поступки идет дальше в кузов и по кузову распределяется выхлопные газы для того чтобы кузов подогревать когда кузов поднимается фланец разжимается и выхлоп соответственно идет наружу простая механическая конструкция у него независимая передняя подвеска подвеска запатентована компанией komatsu с гидропневматическими амортизаторами это дисковые тормоза огромных размеров метра наверно полтора в диаметре благодаря этой запатентованной подвески радиус разворота у машины всего девять и девять метров это очень немного для такой махины кстати эта подвеска имеет несколько режимов движения и она может быть автоматически настроена в зависимости от погодных условий загрузки и вообще во всех данных которые машина сможет собрать с окружающей среды вообще довольно умная тачка кузов ее выполнен v-образной форме вот мы видим сейчас элемент рамы которые v-образную форму имеет это тоже сделано для того чтобы уменьшить ее центр тяжести и улучшить управляемость а вот это подвижная тяжеленная стальная клюшка которая здесь свободно висит это так называемый камни выталкиватель он нужен для того чтобы что характерно выталкивать камни которые могут застрять здесь между колес это система пожаротушения если в двигателе случился пожар вам нужно выдернуть чеку нажать на кнопку и система сработает и его потушит хочется верить полезли наверх вот в таких местах лучше всего понимать зачем ты носишь каску смотрите вот это три бака система пожаротушения здесь собственно содержится вот это вот пена которой тушится пожар это корпусы воздушных фильтров этот небольшой бак куда войдет все топливо из моего автомобиля это расширительный бачок охлаждайки а вот здесь под этой крышкой находится тот самый в 12 посмотрите на этот вентилятор ребята это вентилятор системы охлаждения если вы в принципе предел к самолету можно в общем-то полететь это двойной турбонадув пожалуйста вашему вниманию обслуживаться довольно удобно масло здесь меняется раз в 500 моточасов да вот на такой технике все измеряется не километрами пробега а моточасами 500 моточасов чтобы было понятно это 21 день беспрерывной работы ну то есть довольно часто наверное меняется масло причем объем масляной системы мне даже трудно себе представить причем у этого двигателя есть два режима мощностной и экономичный экономичный мощностной нужен для того чтобы ехать в гору или под нагрузкой экономичный ну чтобы форсить наверно на смотри я так себе это вижу мы загружены сейчас под завязку 90 тонн в кузове находится машина едет так называемом мощностном режиме поскольку он груженые часто приходится ехать в горку знакомство с этим великаном золото добывающим карьере мы запомнили очень надолго и просто обязаны его увековечить мы решили собрать целую картину с этим самосвалом с помощью моза брик это специальный фотоконструктор из которого можно собрать все что угодно для этого вам нужно только фотографии приобретаем набор заходим на сайт моза брик ру и загружаем любимое фото и через секунду получаем инструкцию как собрать картину теперь можно налить что-нибудь вкусное включить любимую музыку и прикольно провести время за сборкой кстати наш команд настолько большой что мы решили собрать его использовав два набора с а вообще можно объединять до 4 одинаковых наборов готова а с помощью специальной рамки я могу повесить ее на стену или поставить ее вот сюда получается идеальная картина которую ты сделал сам и ее всегда можно поменять недавно у ребят появились еще и цветные наборы в которых цветов больше детализация за счет этого в цветной версии моза брик гораздо выше и рамка сразу в комплекте вообще независимо от того какой набор вы возьмете это может стать вашим новым хобби потому что картины можно разбирать загружать новую фотографию и так сколько угодно и когда угодно а еще моза брик это классный подарок потому что набор универсальный подарить можно кому угодно и получатель сам разберется что ему собирать и все это по ссылке в описании со скидкой 20 процентов по промокоду тачка не пропусти это супер предложение и скорее переходи по ссылке ну что теперь давайте заглянем в кабину посмотрим откуда управляется это огромная машина вас мы просим подписаться на канал и поставить уведомление чтобы не пропускать новые выпуски ведь специально для вас мы стараемся находить все самое большое и интересное двери здесь открывается как в роллс-ройсе suicide doors так называемые самое крутое в этой кабине это то что можно снять каску потому что здесь я в безопасности этот салон напоминает мне салон какого-то японского внедорожника из 90-х серьезно вы садитесь и первое время даже не можете поверить что вы находитесь за рулем карьерного самосвала вам кажется что поскольку он такой большой то и внутри у вас все должно быть огромное но нет здесь все на самом деле самое обычное давайте пробежимся потому что здесь есть рулевая колонка которая регулируется по углу наклона здесь у нас самые обыкновенные приборы тахометр с красной зоной на 2 500 уже начинается здесь у нас спидометр размечен до 80 км в час на максималка 65 и упаси господь ее почувствовать потому что я думаю что на этой машине это очень страшно температура разных жидкостей и уровень топлива в баке уровень топлива в баке также отражается вот на этом мониторчике здесь у нас вся информация которая только есть это камеры если на нее ткнуть мы увидим что да вот это все камеры которые у нас тут есть вот даже есть камера которая снимает меня вот она здесь под левой рукой у меня прочак управления кузовом вы можете выбрать несколько разных режимов подъем поддерживание плавание и опускание ну какие-то свои у них тут технологии хрен их поймет здесь кнопки которые отвечают за освещение подогрев вот это управление дворниками похоже на такой вот немножко круиз-контроль вот это поворотники а это рычаг управление замедлителем который работает на выхлопных газах он собственно препятствует выходу выхлопных газов что в свою очередь обеспечивать торможение двигателем в общем-то говоря проще а вот на руле вот это да а вы какими тормозами пользуетесь сейчас обычными дальше смотрите я вы стоил 26 км в час так ему вот сейчас будет сам вот я могу убираться сам ели сам эта кнопка управляет межколесной блокировкой то здесь задний привод и он может быть эти колеса могут быть заблокированы передние колеса здесь пассивные привод задней они могут быть заблокированы это помогает в основном в зимних условиях это управление автоматически торможением при спуске с горы вы можете его включить активировать выбрать скорость и она будет спускаться вы можете регулировать с шагом один километр в час и спускаться с какой угодно скоростью отпускайте ноги от педалей она едет сама здесь у нас магнитола колоночка в общем жить можно это семиступенчатый автомат это еще одна штука которая была запатентована компания коматсу дело в том что этот автомат так называемый безударный он заранее перед тем как подключить передачу нагнетает масло в системе ну гидравлическую жидкость в гидротрансформаторе для того чтобы переключение не было ударным не было жестким потому что когда у вас за спиной находится 100 тонн груза ну переключение должны быть плавными потому что очень быстро можно сломать автомат ключ от машины которая возит 100 тонн груза выглядит как ключ от нашего москвича 2140 ключ машины ты шутишь зажигание он в двери есть даже зеркало за них посмотрите зеркало заднего вида ну наверное она может иногда пригодится сложно сказать вообще тут такое количество камеры зеркал давайте посчитаем вот это у нас боковое зеркало остающиеся на месте боковое зеркало подкатное спереди подкатное спереди еще одну вот еще одно зеркало это ромка сидит грустит видите я работаю за двоих вот еще два зеркала плюс камера в общем обзорность на этой машине очень хорошая потому что вся кабина остеклена но вы сами понимаете что благодаря размерам этой машины обзорности недостаточно нужно чтобы вы были кругом обложены зеркалами и камерами то что безопасность прежде всего вообще камазу это лидер в количестве моделей карьерных самосвалов они производят самую широкую гамму таких машин и конечно это не самая большая их машина самая большая везет триста семьдесят тонн и называется модель 980 е но мне довелось управлять машиной которая крупнее чем она это был 450 тонны белаз если вам интересно можно ли на такой машине раздавить допустим обычную легковушку то я вам отвечу совершенно без всяких проблем несколько слов о том что здесь сейчас происходит камазу выстраиваются в ряд на погрузку и вот этот вот огромный карьерный экскаватор хитачи о котором мы тоже вам расскажем илюха скоро вам расскажет грузит туда 90 тонн это пустая порода так называемая сейчас они вообще грузят такую глинистую почву после чего здесь будет производиться взрыв для того чтобы углубляться в карьере как можно глубже для того чтобы получить доступ к золотой руде после чего они уезжают на так называемый отвал и сваливают породу там образовывая вот эти вот бесконечные отвалы уходящие в небо огромный карьер хотя по меркам компании полиметал он довольно маленький его протяженность 5 километров и в общем средняя жизнь карьера такого примерно 8 лет и добывается здесь очень много золота но как много из одной тонны руды добывается всего полтора грамма золота то есть сейчас на борту этого камазу из 90 тонн руды может быть добыта всего 135 граммов золота и пока хорошая цепочка представьте что вот в этом камазу едет всего лишь одна золотая цепочка время от времени в карьере для того чтобы углубиться дальше в породу происходит взрывы вот сейчас произошло несколько таких нас эвакуировали на далекое расстояние мы не слышали ни звука взрыва не звука сирены но тем не менее посмотрите сколько там поднимается дыма сейчас вообще камазу очень умная машина помимо того что она запоминает 2900 последних своих маршрутов и может их воспроизвести она еще сама понимает какая сейчас погода какая у нее загрузка какое состояние дороги под колесами и в зависимости от всех этих параметров подстраивает свои собственные параметры под окружающую обстановку таким образом у нее меняется жесткость подвески у нее меняется алгоритм переключения коробки передач у нее сейчас например включен мощностной режим двигателя это когда максимум мощности отдается на колеса для того чтобы ехать в уклон или ехать груженым соответственно это единственный возможный способ есть еще экономичный режим переключившись который вы можете расходовать меньше топлива кстати о топливе в бак помещается 1250 литров и за 11 часовую смену ребята выезжают 800 литров из них остается даже еще немного в баке после целого дня работы здесь как раз машины проходят то видите нужно заехать в такой небольшой ангарчик и там уже машина обслуживается здесь кстати мы можем видеть эту машину в полуразобранном виде но вернее нету это катерпила другой модели и когда с него сняли колеса двигатель и кузов выглядит это вот так даже не угадать что это был самосвал это был наш рассказ про комасу hd 785 прямо из казахстана огромное вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и ставьте уведомления чтобы не пропускать новые выпуски а если думаете чем заняться после этого ролика мы подобрали для вас специальные плейлисты